Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер. Сегодня в формате живого включения, как обычно, обсудим новиночки, которые показали нам ГВшники. В это, ну, надеюсь, для всех доброе утро. Очень раннее утро я бы сказал, потому что релиз новостной был в 4 часа утра по Москве. Не все могли проснуться, естественно. Вот, и сегодня мы по горячим следам обсудим это в формате живого включения. Сразу для новых зрителей моего канала, что такое формат живого включения. Это когда ролик пишется наживую, без каких-либо дополнительных склеек, монтажа, заранее подготовленного текста, добавления сторонней аудио- или видеодорожки, такой вот экспресс-формат. В общем, подписчикам он заходит, да и плюс высокая оперативность данного обзора, что, несомненно, радует. Поэтому за некоторые сбивки, оговорки, косноязычие мои тупники прошу меня простить. Теперь еще один момент. Мы обсуждаем только внешний вид миниатюр. С точки зрения нравится-не нравится. Опять же, это достаточно субъективная оценка. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Правила не обсуждаем. Павер не обсуждаем. Исключительно только внешний вид миниатюр. И обсудить-то есть, что опять же в группу ВКонтакте. Да, не забывайте, что есть группа ВКонтакте. Есть телеграм-канал. Есть запасной канал в виде Рутуба. Но опять же, видео в ВК. И есть бусти. Те, кто хочет поддержать. Пожалуйста. Итак, да. Я думаю, что обсудить будет, что новинок очень и очень много. И некоторые из них, ну прям совсем неожиданные, но очень приятные. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Особенно подписчики группы ВКонтакте. Потому что, да. Там прям неожиданная, но очень приятная новиночка. Итак, пробежимся. Пробежимся самых первых новостей. Ну, по очередности. То, что нам показали. И это новые джампакеры. Новые осолдники. Как видите, опять же здесь, насколько я вижу, уже нигде не фигурирует фраза премариса. И, соответственно, означает то, что карланы все-таки действительно уходят в прошлое. Ну, в общем-то, уже ушли новые обновленные осолдники. Мне, честно говоря, не нравится, как они выглядят. Это просто фобусы с прилепленными джампаками. Ну, понятно, что это не тип брони фобус. Но вот эти вот позы, это прям очень и очень похоже на чувачков из набора фобуса. То есть, примарис в фобус броне. Мне не нравится дизайн самих паков. Мне нравится, как выглядят вот эти вот дюзы у них. Они же сопла. Ну, очень они маленькие. Как-то вот классические осолдники мне нравились больше. Они выглядели более агрессивно, более брутально. Здесь как-то вот, на мой взгляд, не очень удачный дизайн джампаков. Да, здесь у нас кэп с джампаком. Но, опять же, несмотря на то, что очень классно сделан плащ, очень крутой наплечник. Мне не нравится, опять же, как... Мне не нравится дизайн движков. Вот эти вот крылышки. Мне нравится то, что сюда добавили вот эти сопла. Ну, честно говоря, вообще не мое. Даже очень крутой покрас, опять же, очень крутой наплечник. Как-то все это лично для меня не исправляет ситуацию. И, ну, я бы поставил, опять же, это лично мое мнение. У вас оно вполне может быть другим. Я бы поставил бы, ну, максимум, шестерочку. Не зашло, что называется. Далее у нас... Так, секундочку. Далее у нас ожидаемо кэп. Ну, господи, не кэп. Ну, тут вообще и Капитан есть в термоброне. Вот этот красавчик. Но есть еще и Чапи в термоброне. Плюс, опять же, коробочка с термосами. Мы их видели, но мне очень нравится, как они сделали дизайн вот этого вот шлема. Он реально выглядит интереснее, чем классические термоса. И это здорово. Вообще термоса, на мой взгляд, самые удачные модели для обновленных космодесантников. Выглядит очень круто. Но, может быть, потому что это, в общем-то, просто чуть увеличенный... Чуть увеличенный стандартный вид брони, который был. В принципе, тут особо-то ничего такого не добавили. Ну, чуть-чуть они здесь сделали небольшой репозинг. Чуть-чуть скорректировали броню. Ну, прям совсем-совсем минорно, почти незаметно. В целом, да, это классический дизайн и выглядит круто. Все-таки умели раньше в дизайн, что говорить. Чаппи в терминаторской броне ожидаемо. Будет в отдельном наборчике, как, в общем-то, и классический Чаппи в терминаторской броне. Но, опять же, классический мне нравился больше. Прикольный щит. Щиток прикольный. Значит, у него будет опция с щитом. Потому что у классического не было такой опции, насколько я помню. Хотя могу ошибаться. Но классический мне нравится больше. Опять же, у меня есть миниатюра классического Чаппи еще в файнкасте. Потихоньку я ее красил. И даже, по-моему, где-то в группе ВКонтакте выкладывал фоточки в процессе покраса. Но, в целом, сойдет. Но мне не очень нравится, как они сделали торс. У классического Чаппи он как-то побрутальнее выглядел. То есть, да, можно было добавить побольше всяких черепков, костей. И выглядело бы более зловеще как-то. Так, это же все-таки Капеллан суровый очень товарищ. В целом, опять же, может быть, не очень удачный ракурс. Но я бы поставил, к сожалению, где-то семерочку-восьмерочку. Кэп. Ну, простой Кэп. Классический Кэп. Без флагштока, который был в том еще древнем варианте. Каппете в термоброне. Ставили такой вот небольшой крест. Меч, болтер. Стандартный набор. Но, опять же, мне очень нравится, как вот они сделали открытый вариант. Прямо очень здорово. Вот за это прямо похвалю. Ну и вариант, опять же, как бы с дополнительным видом оружия. Здесь у нас болтер. Так, и опять же, ну, кстати, в покраске 10-го легиона смотрится здорово. Ну, термоса хороши. Еще в предыдущем обзоре говорил, что термоса прям очень-очень и очень хороши. Там твердая девяточка. Скауты. Одна из самых ненавидимых мной моделей в классических спейсмарах. Сейчас посмотрим, что они здесь делают. Признаюсь, я их особо не крутил, не смотрел с утром. Только сейчас вот так более детально ознакомимся. А где же мемный сержант Телеон в металле? Ну, его не завезли. Все у нас будет нынче в пластике. Какой-то странный вариант, очень перегруженный. Ну, да ладно. Ну, это, опять же, классические скауты такие. И что тогда они мне не особо нравились, что сейчас. Ну, как-то, на мой взгляд, они не особо сюда вписываются. Можно было их чуть побрутальнее сделать. Опять же, очень гигантская кобура. Ну, если бы они чуть-чуть бы ее... Ну, хотя бы, нет, зачем чуть-чуть? Процентов бы на 15 уменьшили. Даже на 20. Визуально бы только лучше было бы. Очень сильно перегружено. Ну, в смысле, гипертрофировано выглядит. На мордник вот этот вот. Мне не нравится. Покрасиво ронят, они смотрятся здорово. Но тут художники постарались. Вот здесь, да, здесь смотрятся лучше гораздо, чем такие базовые, классические скауты. Но, опять же, это мое личное мнение, субъективное абсолютно мнение. Мне что тогда не нравились скауты, что сейчас не мое совершенно. Ну, в принципе, да, пускай будет семерочка. О, обновленные герои чаптера. Сейчас посмотрим. Ну, вот, ожидаемый кодекс. Красивая картиночка. Лэндоки остались. У меня еще лежит один запаянный в коробочке. Не вскрывал, даже его пока пригодится. Пригодится для детишек императора. И Компани Хироуз. Че-то какой-то очень странный, слегка нелепый дизайн оружия. Ну, ладно. Этот парень зайдет, опять же, под хендов. Знаменосец очень круто выглядит. Ну, да, наверное, это лучшая минька в этом наборе. Чувак скучновато. Очень странный дизайн оружия. Ничего, такой интересный. Ну, и вот эта традиционная поза, которую мы видели уже, наверное, десятка миниатюр. Среди набора мне больше всего нравится знаменосец. Знаменосца я бы накинул бы девяточку. Шестерка. Это вообще ужас. Пускай будет шестерка. Шестерка, ладно. Семерка. Семерка. Вот этот очень хороший. Знаменосец. Прямо мое почтение. Сильно круто выглядит. Чувак явно намекает. Где мой кодекс показывает. А, ну и штангарды. Штангарды хороши. Мне, опять же, мне что нравились классические штангарды, что вот эти парни. Вот тут это прям очень хороший дизайн. Не перегружено. Оружие выглядит достаточно реалистично. Если это вообще применимо. Вот этот очень парень нравится. Очень классно сделан. И вот этот. Тут этот набор крутой. Прямо твердая восьмерка. 8,8,5. Да, вот эти миньки прям огненные. В отличие от скаутов. И вот этих вот скучных парней. За исключением этого. Штангарды прям хороши. Побежали дальше. Здесь у нас уже новинки для АОС. Чем нас побалует АОС? АОС нас побалует в первую очередь трогом. Наконец-то его релизнули в нормальном виде в АОСе. Минька огненная. Но красить ее, я так думаю, это вообще просто главная боль для художников. Но это, в общем, знаковый персонаж. Ожидаемо было, что его выпустят. Детализация миньки обалденная. Твердая девяточка. Но красить это и главное, как перевозить. Ну, с другой стороны, это опять же, это не какая-нибудь там аллариэль, где там запаришься, перевозить ее или тот же нагаш. Здесь будет меньше проблем с транспортировкой, но в плане покраса весьма и весьма серьезная и непростая миниатюра. Но детализация очень крутая. И, кстати, у Даунбрингеров вторая книга. Raging of the Brood. Что могу сказать? Минька великолепна. Кстати, тут показан сравнительный размер с новыми троллями. Ну, такая, да, немаленькая миниатюрка и твердая девяточка. Мне очень-очень нравится. Ох, Орчиги, Орчигов. Орчиков я запостил в группу ВКонтакте и могу сказать, что они обалденные. Вот, я на них позалипал и даже виной всему не этот Сквик Элвис. А в целом, как они сделали новые модели для Iron Jaws. Тут прям мое почтение. Миньки очень крутые. Во-первых, они выглядят здорово и в покрасе будут смотреться просто великолепно. Особенно, вот, ну, посмотрите, ну, шикарнота. Просто шикарнота. Арт-бойсы. Они, конечно, здоровые. Я помню, у нас один соклубник приносил. У него, он как раз собирает орков, там, гоблинов. У него есть оранжавсы. Миньки, конечно, очень такие крупненькие. Такие крупные орчиги, но смотрятся здорово. Действительно, потрясающий набор. Я бы вообще поставил всем бы 9-9,9,5. Особенно вот этим парнем. Вот этот, это просто... Такой привет всем любителям классического Вова. Ой, да. Сколько времени было потрачено, какой ужас. Но в целом, Миньки обалденные. Я позалипал сегодня утром на них. Думаю, блин. Эх. Очень здорово, но собирать я их все-таки, наверное, не буду. Иначе я просто не справлюсь даже с тем объемом, который у меня есть. С учетом того, что сейчас очень сильная загрузка, как бы в реалии. И у меня куча непокрашенного пластика, несмотря на то, что они очень и очень крутые. Ну, нет. Новую армию в АОСе, к сожалению, нет. Либо что-то продать из старого и обменяться вот на этих парней. Ну. И, кстати, вот этот сапплемент появился. Оранжавсы к основному батл Тому. Орчиги очень крутые. 9,9,5. Прям твердо. Крится твердо и четко. Поехали дальше. Здесь у нас для Ереси Хоруса Дердео. Господи, я все... Дередео. Дередео. Что-то такое в итальянском стиле. Дередео Фигаро. В общем, эту минику-то вынагоновали на самом деле уже как последние полторы недели. Что же, прям четко этот чувак выйдет и он вышел. Но мне честно, что для предыдущей версии вот этого товарища, что это мне не нравится дизайн этой брони, мне не нравится вот этот какой-то такой унитазный формат корпуса. Ну, не моя миника. Хотя вот это оружие сделано очень прикольно, классный дизайн, классный внешний вид, но... Мне просто не нравится дизайн самой миники, поэтому я понимаю, что она крутая, да, что и можно там... Прикольно сделано, хорошая детализация, там удачная у нее поза, но удачный... Даже не то, что удачный, а великолепный дизайн оружия, но это не мое. Ну так, да, это девяточка, но мне не нравится. Чисто за исполнение я поставил. Во, наконец-таки, наконец-таки нормальный тип брони. Вот нет этих безумных корпусов, которые я терпеть не могу. Наконец-таки нормальный ересевый паттерн брони МК-3. Классический. Который хорошо зайдет под каких-нибудь Железных Войнов. Вот с такими... Хелметами. Мне нравится. Удачный набор. Вот это настоящая ересь Коруса. Они все эти ваши новомодные Корусы, которых толком-то и не было. Вот-вот-вот. Это самый распространенный тип брони. Он смотрится шикарно. Очень шикарно. Мне нравится. Классно. Смотрите, как вот здесь смотрится. Вот как раз под Железных Войнов покрасили. Под тех же Тысячников. Ну-ка, куда же без ультрамаринов. Минки классные. Вот для тех, кто собирает ересь. Очень-очень здорово. Да, кстати, чуть забегу вперед. Почему-то странно ничего не показали для Легиандс Империалис. Для Эпика. Прям что-то как-то меняет. Настораживает и новостей в последнее время немного. Как бы у них не заглохло там все. И, соответственно, новая коробочка. Прикольная, но стоит она нехило. 32 миньки. Лиджианс, Астартус, Баттлгрупп. Лэндак, Новый Дредд и МК-3. Тридцатник, да, получается. Ну да, тридцатник парней. Лэндак и Дредд. Как раз 32 миниатюры. Ну, наверное, прикольно для тех, кто собирает ересь. Но, опять же, я не готов пока вкатываться в эту систему. Несмотря на то, что, опять же, чуть спойлернем. Вышла офигенная новость. Для ереси. Кое-что для Варкрай. Новиночки для Варкрай. Это новый набор. Неожиданный набор. В том плане, что... Одну часть мини к нам уже спойлерили. Это... Вайлд Корпс. А, нет, подождите. Вайлд Корпс. Ну, в общем, короче, здесь, если говорить проще, здесь будет отряд вот этих вот парней, которых уже светили. Соответственно, такие вот охотники-загонщики. Для городов Сигмара. Ну, прикольные миньки, кстати, очень удачные. Ну, вообще, города Сигмара у ГВшников удались прям на славу. Реально очень крутой релиз. Вот, очень классные пёсики. Все любят пёсиков. И неожиданно, прям неожиданно, новые горгеры для королевствограф. Или как они сейчас там называются. Ну, в общем, я их буду называть по классике. Как бы это было Warhammer Fantasy Battles для королевствограф. Такие брутальные миньки, но прям на вкус и цвет. Лично у меня не возникает желания это купить. Но, опять же, кому-то, может быть, они зайдут. Но они и тогда-то, даже вот когда были классические времена Warhammer Fantasy Battles, мне вот в подразделении Огров, несмотря на то, что Огры, это вообще-то моя самая первая фракция, Warhammer Fantasy Battles никогда не нравились в плане миниатюр. Поэтому эти как-то так. Ну, какие-то монстры, да, наверное, прикольно. Новые наборы, но вот эти парни мне нравятся куда больше. Ну, опять же, элементы террейна такие. И книжечка. А, ну, подытоживаю. Люди прикольные. Там твёрдая восьмёрочка. Вторая сторона. Вот это Горьер Малпак. Не знаю. Семёрка, наверное. Очень крутая команда для Blood Bowl, вампиры. В таком классическом исполнении. В этих рубашечках. Ох, какая барышня. Классная миниатюра. Таким... Вампиры викторианской эпохи. Не, ну, банды шикарные, на самом деле. Я как-то даже вот не ожидал, так я утром вообще не обратил внимания. Мельком пролистала. Сейчас так посматриваю, думаю, блин, какие же классные миньки. И барышня тут такая аппетитная. Да, вот это вот. Да, барышня прям шикарная. Её можно и на столочку взять. Для косплея какой-нибудь миньки. Опять же сюда всунуть ей меч. Шикарная. Они такие юморные, такие классные. Блин, это девять с половиной. Неожиданно, но да. Великолепные миньки. Юморные. При этом такие аппетитные во всех смыслах. Да, я думаю, это прям... Лично мне они очень понравились. Девять с половиной я бы легко поставил. Ууу, новый набор. Вернее, новый сезон. Warhammer. Underworlds. Я понимаю. Или нет? Да там я уже запутался в этих сезонах. Не в этом суть. Здесь, короче, вышел новый набор. Dead Core называется. И банда слоны шитов. Неожиданно и очень крутая. Вот на эту я позалипал. И думаю, что если кто-то будет брать в распил у нас этот наборчик, я, пожалуй, впишусь для того, чтобы выцепить вот этих демонюк. Здесь у нас демонюки, которые относятся к гедонистам слонэш. Естественно, так как это, в общем-то, своеобразное ответвление от Age of Sigmar. Да, это своя игровая система, но так или иначе, все равно они связаны с миром Age of Sigmar. В общем-то, здесь и написано, что у нас... В общем, эти парни прогневали вот этого демона Солески. И, короче, он им сказал собрать 666 душ. Но... Миньки шикарные. Я позалипал. Банда на твердую девяточку. Пожалуй, реально я впишусь в распил, если будет, и вот эту банду для себя выцеплю для коллекции. И данеты, как всегда, у них очень интересны, мемные и забавные банды для Underworlds. ГВшники поняли, что вся сила сначала в крабах, потом в осьминожках. Поэтому запилили вот такого вот симпатичного осьминожку. Ну и других парней. Которые, несмотря на то, что, в общем-то, они человекоподобной формы, но осьминожка выглядит куда интереснее и милее. В целом прикольно, но слоны шиты мне нравятся больше. Ой, что немножко расстроило по Old World, ну совсем, совсем, совсем показали какой-то мизер. Показали новую дамзельку для Бретонии. Да, минька шикарная, не спорю. Это вот вообще настоящий полигон для художников, потому что ее можно так раскрасить шикарно. То есть вот, да. Вот на этой миниатюре художники могут показать все свое мастерство. Потому что тут можно и одежду очень красиво расписать. Посмотрите, как вот нижняя часть платья расписана. Это же вообще просто безумие. Если это еще не элемент самой миниатюры, а фрихенд, то тут вообще мое почтение. Вот эти вот розочки, такой единорожек, кубок. Сама дама очень симпатичная. Ну, посмотрите, шикарно, шикарно. Для тех, кто прям очень круто умеет красить, это вот минька для конкурса. Я думаю, что, кстати, она и будет фигурировать на каких-нибудь конкурсах покраса, потому что художнику есть где развернуться на данной миниатюре. У нее даже... А, нет, это корона или сеточка такая на волосах у нее. Карная минька же, по-моему, что это смола все-таки будет. Ну, и, честно говоря, очень мало. Ну, что это на релиз? Вернее, новостной релиз по Old World. Да, пускай это не такой масштабный, не полностью посвященный Old World новостной релиз. Но, тем не менее, просто одну миньку, ну, как-то очень скромненькая. Несмотря на то, что минька десяточка. Вот, честно, я десяточку поставлю. Ну, и классические дамзельки. Эх. Покатилась скупая мужская слеза. Ностальгия, ностальгия, да. Девяностые, двухтысячные. Это вот из девяностых минька у нас получается. Это из двухтысячных. Да. Но ждем более масштабные анонс новостей по Old World. Минька шикарная десяточка. И еще одна десяточка. Ну, конечно, вот мы и подошли к главной новости. На мой взгляд, лично для меня этого выпуска. Это естественно. Вот это вообще было неожиданно. Я думаю, что никто не мог предугадать, что нам покажут фулгрима. Я уж поначалу так думаю, ух, блин, неужели его показали для сорокета? Нет. Это, к сожалению, с одной стороны. А может быть, и к счастью. Для Ереси Хоруса. И еще одна десяточка. Ну, я не знаю, как можно поставить меньше десятки этой миниатюре. Ну, блин, ребята, серьезно. Ну, она шикарна. Что тут можно говорить? Твердая десятка. Ее, конечно, красить задолбаешься. Вот все вот это вот вырисовывать. Все вот это вот. Все эти фарихенды. Все вот какие-нибудь вензелечки. Такой геморрой. Но если вы удачно покрасите, вот такую минику не стыдно вообще поставить на полку. Даже если там ваши знакомые, друзья и прочие вообще не в курсе, что такое. Вархаммер, вот этот сеттинг. Что Ереси Хоруса, что сорокет. Вот эта миника, она привлечет к себе внимание. Блин, она реально крута. Она огромная. Вот посмотрите, какие крылья гигантские. Там миника вообще каких-то безумных размеров. Но она выглядит очень круто. Ну и мы примерно представляем, как фулгрим будет выглядеть саракете, когда выйдет кодекс отдельный для те императора. Я надеюсь, что все-таки когда-то он выйдет, и я его застану. В целом, понятен дизайн? Ну только что вот здесь как-то, мне кажется, вот этот момент. Ну ладно, не будем про него. Ну что, что, нашего папку что ли ругать? Десяточка, десяточка. Блин, серьезно. Меньше поставить нельзя. Фулгрим обидится, вы чего? Интересно, кстати, когда выйдет для саракета, можно ли будет вот этой миникой косплеить саракетную. Наверное, они что-нибудь придумают, что вряд ли. Хотя, с другой стороны, у фулгрима всегда стандартный набор оружия, который здесь представлен. Я думаю, что в принципе могут допустить. Единственное, что вопрос к подставке. Но подставку, если что, можно нарастить, я думаю. Хотя, может быть, она и без изменений останется. В любом случае, пока вообще непонятно, когда будут детишки. Потому что на следующий год, как я понял, график релизов, если там не будет что-то сверх такого неожиданного, расписан. Они еще этот роудмап показывали до 2024 года, до конца. И, естественно, детишек там нет. Либо они, как пожарашки, выйдут под конец 10-й редакции. То есть, соответственно, нам еще ждать несколько лет. Либо, может быть, где-то их в серединку впихнут. Вот. Ну, в любом случае, здорово. Папка шикарен. Ждем. Теперь папка в саракете и нормальный релиз детишек. Ну да, на который будет стоить. Там, я думаю, чтобы хотя бы на 2к-поинт собрать где-то под сотку минимум уже, наверное. Будет. Если не больше. Ну, а на сегодня все. Такое вот немножко сумбурное живое включение. Но я не проснулся. Все как вы любите. В полусонном состоянии. Не забывайте подписываться. До новых встреч. Пока-пока. Фулгрим шикарен. Дамзелька шикарна. Демоны. Слонеш шикарны. Банда. Спасибо, ребята. Это прям подняли настроение. Тоже шикарно. А все. Орки, да. Орки. Тоже топчик. А все остальное. Ну, вот этот парень меня, к сожалению, разочаровал. Это лично мое мнение. Он у вас, она вполне может быть другим. Можете поделиться им в комментариях. А так, до новых встреч. Пока-пока. И, конечно, традиционно всем гидродоминатус.